Я понял. А недельно описывается, почему Всевышний не может сделать все идеально? Ну, потому что идеальный мир не может быть, да? Может быть. Всевышний, это суржик у меня лучший, отваливается от суржика. А в поучениях Саагаста описано как раз почему-то. И поучение Саагаста на прекрасном украинском языке. И ты сможешь с ними ознакомиться. Я вот когда в России был, благословил их, чтобы они переводили поучения Саагаста на российский язык. Там даже, в принципе, мои знакомые в Америке, я им разрешил, чтобы они переводили на английский язык. Вот тебе на суржик не разрешу переводить поучения Саагаста. Шутишь. Я не шучу. Никакий там суржик вообще может быть. От суржика надо отторгаться. Да. Или отторгать суржик нужно. Да. Я это сам прекрасно понимаю. То есть Всевышний — это некая просто школа, некие такие тренажеры, где все эти невзгоды — это то, что должно нас чему-то научить, что-то показать, что-то проявить, для того, чтобы мы сделали тот или иной вывод. И только достойный сможет пройти все испытания. Ну да, смотри, в спортзале — это же не то, чтобы тебе плохо от того, что там тебе гири дают. Ты же понимаешь, что там гири не для того, что это тяжесть какая-то такая, а для того, что тебе эти гири самому интересно поднимать, чтобы там мышцы... Мышцы хочется, чтобы там с ним и делаешь. Так и все вот эти гири в виде адамитов, в виде изиревых и всего, чего мы имеем, это те гири, которые мы должны поднимать и раскидывать на разные свалки. Как так? Стрельба из лука. Гири. Если научимся, правильно это сделаем, все будет хорошо. Будем переходить на следующую ступень, на следующую. На качественном новом уровне вернемся в глуховный мир, как и сказано в венах. Продолжение следует...